Это была очень серьезная возможность сказать о тех нарушениях прав человека, которые происходили в республике. Все, что я пишу, в основном, касается прав человека, в основном, в этой бюджете. Но иногда я комментирую какие-то события, может быть, что-то личное пишу, впечатления, разочарования. Был момент, я написал о том, что, ну, наконец-то в Российской Федерации появилось то, что я могу сказать в соответствии с европейским стандартом, а это аэропорты. Один из людей, которых читает, он написал про защитник Теречеву. Все проектисты я пишу о негативных вещах. А так я пишу, конечно, о нарушениях. Я пишу с определенной целью, чтобы люди узнали о том, что происходит. Ну и блог все-таки это личная такая страничка. Я могу выражать там любое свое мнение. Это информационный все-таки ресурс. Еще один из источников информации, который помогает распространять реальную информацию о ситуации в республике. Брать слишком много ответственности на себя тоже. Надо как-то соизмерять свои силы и возможности. И так происходит часто. И давление происходит, и угрызает. Разное бывает за то, что я пишу. Просьба бывает, что ты не писал. Люди толпами начали подключаться к интернету. Почему интернет становится таким популярным? Не только потому, что на больших территориях, типа в скайпе, можно погрызть человеком, видев его. Это изменило там понятие о расстояниях. Самое главное все-таки посыл был, мне так кажется. Это доставенность информации. В свое время в интернете я практически не смотрю телевизор. Потому что ничего реального там, реальных новостей нет. Но это не значит, что они независимые люди. Очень часто, и я смотрю сейчас, точно так же, как и влиятельные сайты, которые когда-то печатали наиболее интересную, острую и открытую информацию. После того, как на них там оказывают, не знаю, влияние, их покупают, там эти сайты, ресурсы, меняют полностью составы или меняют политику сайта, да. А видно, что чем становится сайт популярный, информационный ресурс, да, тем больше внимания, действительно, и государственных, и силовых органов. Ну, в принципе, образ жизни-то не меняется. Много лет назад я сделал свой выбор и занимаюсь защитой прав человека. Моя работа публичная, открытая, а иначе по-другому нельзя. И как бы, начав работать, защищать права людей, я стал, конечно же, публичным человеком. Любое обращение людей, наделенных властью и силой, да, ограничено. Я всегда понимаю, что я отвечаю за что я пишу, там, какие-то морально-этическая сторона должна быть во всем. В моих постах нет ничего такого, в фотографиях нет ничего такого, чтобы можно было сказать, что это неприлично, там, некрасиво, подло. Стараюсь писать так, чтобы меньше подставлять людей. Кто бы ни давил, я вот совсем, я не помню, один или два раза, если я не ошибаюсь, даже один раз, убрал, и то, потому что обманули. Я убил, если это не соответствует действительности. А когда давили, когда предлагали деньги, там, напечатать что-то или набрать что-то, убрать, я не пишу для этого. Бесятки тысяч людей я встречался за эти годы, тысячи людей, у которых наручные были права, родственников убили, похитили. Я просто знаю, что человек, который скажет, продаст информацию в таком виде, как она есть. Нельзя смотреть, как твою республику ставят в тупик. Поэтому я неравнодушен к этому. Я хотел изменить ситуацию, я работаю. Продолжение следует...